Короткая у людей память, у наших избирателей. Смотрите, Министерство финансов Украины выплатило по долгам завода Кузница на Рыбальском 285 миллионов. Это больше чем четверть миллиарда гривен. Это 29 октября 2020 года, вот после местных выборов. Вот этот завод Кузня на Рыбальском, там он и получал и военные заказы у Порошенко, он его контролировал. И другие, там все корабли строил, там какие-то материалы покупал, продавал, потом землю под застройку, там Тегипко покупал этот завод. Что-то они крутили, мутили с офшерными компаниями, чтобы не платить налоги в бюджет при покупке, продаже. Но в итоге это все крутилось, мутилось, и теперь был гарантированный кредит перед УкрЭксимбанком. И госбюджет правительства тогда дало гарантию. И все, ну сказал президент там, дайте гарантию. Дал там его премьер, кто там был, Гройсман. Ту гарантию от правительства на заседании приняли. И теперь, видите, с госбюджета мы будем платить. Хотя уже там бизнесмен Сергей Тегипко приобрел, еще там Игорь Каноненко, олигарх, на ваших плечах, который тоже поднялся на народном добре, как говорится. И все. А платится с бюджета четверть миллиарда гривен. Вот так вот. Мародерничали они во время на той армии с этими закупками военными. Все, все мало. А теперь еще до сих пор мы расплачиваемся. И тишина, никто ничего не говорит. Люди идут, голосуют. Его партия Евросолидарность берет до 10% в разные советы. Горсоветы, облсоветы. Вот на юге Украины, на востоке Украины. Люди все позабывали. Ну а что тут уже сказать? Почему Израиль живет хорошо? Потому что они все помнят. И они знают, что они политиков наняли на работу для них. Смотрите вот в плейлисте «Общество политика» на моем канале другие видео. Как жить, как жить в обществе, как быть гражданином. Ну и о животных смотрите. Есть интересные кадры, чтобы вы были добрыми и не злыми. Потому что мы все забываем, все прощаем. А там они и в Израиле наказывают всех. У них и президенты сидят, и премьер-министры. А за министров и говорить нечего. Украл у своего народа деньги. Чего не тебя жалеть будет, народ? Народ преследует и садит в тюрьму и забирает деньги обратно в бюджет. Там все просто. Украл – верни. И ответь за это. А тут 285 миллионов гривен заплатили и тишина. Все хорошо.